Смотровая площадка в морском порту вновь подверглась нападению вандалов. Горы мусора, оторванные реки, разрисованные беседки и выбитое металлопрочное ограждение – все это дело рук молодежи. О том, что грозит вредителям и как с ними бороться – в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Каждый месяц сотрудникам «Чистого города» приходится устранять последствия порчи благоустроенных территорий. Выбитые стекла на остановках, пропажа арт-конструкций, спортивных снарядов. Чаще всего страдает смотровая площадка в морском порту. Она считается излюбленным местом молодежи. Очень часто, к сожалению, очень часто. Два-три раза в месяц, всегда по-разному, но очень часто, часто. И не только на этом объекте. Во многих местах благоустроенных, где парки, скамейки стоят, молодежь в основном рушит, ломает, надписи оставляет. Площадку не раз приводили в порядок. Однако вандалы не оставляют попыток крушить место для отдыха. На качелях очень часто не хватает реек, на скамейках – досок. А не так давно злоумышленники оторвали входную калитку, поломали козырьки крыши. Психологи отмечают – подростковый вандализм – явление очень распространенное. Таким образом, дети пытаются привлечь к себе внимание. Если это происходит систематически, то ребенок явно пытается обратить на себя внимание. Таким образом, проявляет агрессию. Если он проявляет агрессию, нужно смотреть, почему изначально, почему эта агрессия появилась. Не бывает просто агрессивных, плохих детей. Что в таком случае делать родителям? Профилактика, объяснение, адекватные наказания, то есть понимание, что за это будет ответственность, за это повлечет последствия определенные. То есть наказания допускаются, вполне беседы допускаются, объяснения, почему вот так. И очень важно, опять же, знать, с кем общается ребенок, чем они занимаются. Ну, по возможности выяснять это. И профилактировать тем, что формировать окружение ребенка самостоятельно. И чтобы ребенок имел увлечения свои какие-то, чем он занимался постоянно, регулярно. И ему просто было бы неинтересно делать такие вещи, связываться с компаниями, которые занимаются подобными вещами. За порчу имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это зависит от многих факторов, таких как мотивы порчи имущества, места совершения и суммы причиненного ущерба. Также к ответственности могут быть привлечены еще и родители несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если действия не повлекли значительного ущерба, то порча имущества регламентируется статьей 7.17 Кодекса об административных правонарушениях, уничтожения или повреждения чужого имущества. В данном случае правонарушитель получит штраф до 500 рублей. За 8 месяцев этого года по данной статье привлечены четверо несовершеннолетних. При наличии дополнительных действий правонарушение может квалифицировано по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», где предусмотрен не только штраф, но и арест на срок до 15 суток. После совершения правонарушения подросток будет привлечен к административной или уголовной ответственности и поставлен на учет в органы внутренних дел. Добавлю, недавний инцидент в поселке Искатели, где повредили остекление на автобусной остановке на улице Монтажников, повлек за собой возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде ареста сроком до трех месяцев. Ведется следствие.